Владимир Маяковский. Разговор с фининспектором о поэзии. И должен караться. Вы требуете с меня пятьсот в полугодие и двадцать пять за неподачу деклараций. Труд мой любому труду родствен. Взгляните, сколько я потерял, какие издержки в моем производстве и сколько тратится на материал. Вам, конечно, известно явление рифмы. Скажем, строчка окончилась словом отца, и тогда через строчку, слога повторив, мы ставим какую-нибудь ламца-дрица-тца. Говоря по-вашему, рифма вексель. Участь через строчку. Вот распоряжение. И ищешь мелочишку суффиксов и флексий в пустующей кассе склонений и споряжений. Начнешь это слово в строчку всовывать, а оно не лезет. Нажал и сломал. Гражданин фининспектор. Честное слово. Поэту в копеечку влетают слова. Говоря по-нашему, рифма – бочка. Бочка с динамитом. Строчка – фитиль. Строка дадемит, взрывается строчка, и город на воздух с трофою летит. Где найдешь, на какой-то риф, рифмы, чтоб в раз убивали, нацелись? Может, пяток небывалых рифм только и остался, что в Венецуэле? И тянет меня в холода и в зной. Бросаюсь, опутан в авансы и взаймы я. Гражданин, учтите билет проездной. Поэзия – вся езда в незнаемое. Поэзия – та же добыча ради. В грамм добыча – в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Но как испепеляющий слово тихжение рядом с тлением слова сердца. Эти слова приводят в движение тысячи лет миллионов сердца. Конечно, различны поэтов сорта. У скольких поэтов легкость руки тянет, как фокусник, строчку изо рта и у себя, и у других. Что говорить о лирических кастратах? Строчку чужую вставит и рад. Это обычное воровство и растрата среди охвативших страну растрат. Эти сегодня стихи и оды в аплодисментах ревома и ревмя войдут в историю как накладные расходы на сделанное нами, двумя или тремя. Пуд, как говорится, соли столовой съешь и сотней папирос клуби, чтобы добыть драгоценное слово из артезианских людских глубин. И сразу ниже налога рост. Скиньте с обложения нуля колесо. Рубль девяносто сотня папирос, рубль шестьдесят столовая соль. В вашей анкете вопросов масса. Были выезды или выездов нет? А что, если я десяток пегасов загнал за последние пятнадцать лет? У вас, в мое положение войдите, прослуг и имущество с этого угла. А что, если я народоводитель и одновременно народный слуга? Класс гласит из слова из нашего, а мы пролетарии двигатели пера. Машину души с годами изнашиваешь. Говорят, в архив исписался. Пора. Все меньше любится. Все меньше дерзается. И лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейшая из амортизаций. Амортизация сердца и души. И когда это солнце, разжревшим боровом, Взойдет над грядущим без нищих и коллег, Я уже сгнию, умерший под забором, Рядом с десятком моих коллег. Подведите мой посмертный баланс. Я утверждаю и знаю, не на лгу, На фоне сегодняшних дельцов и пролаз Я буду один в непролазном долгу. Долг наш — реветь медногорлой сиреной В тумане мещания, у бурь в кипение. Поэт всегда должник вселенной, Платищий на горе проценты и пени. Я в долгу перед бродвейской лампионей, Перед вами, багдадские небеса, Перед Красной Армией, Перед вишнями Японии, Перед всем, про что не успел написать. А зачем вообще эта шапка сень? Чтобы целься рифмой и ритмом ерись? Слово поэта — ваше воскресенье, Ваше бессмертие, гражданин-канцелярист. Через столетия в бумажной раме Возьми строку и время верни, И встанет день этот с финн-инспекторами, С блеском чудес и свонью чернил. С сегодняшних дней, убежденный житель, Выправьте в НКПС на бессмертие билет, И, высчитав действия стихов, Разложите заработок мой на триста лет. Но сила поэта не только в этом, Что вас, вспоминая в грядущем, икнут. Нет. И сегодня рифма поэта — Ласка и лозунг, и штык, икнут. Гражданин-финн-инспектор, Я выплачу пять, Все нули у цифры с крестя. Я по праву требую пять В ряду беднейших рабочих и крестьян. А если вам кажется, Что всего делов — Это пользоваться чужими словесами, То вот вам, товарищи, Мое стело, И можете писать сами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!